Почти три месяца залы городского выставочного центра имени Виталия Роголя пустовали без посетителей. Но уже завтра здесь будет день открытых дверей. Вход бесплатный. И здесь стартуют сразу пять выставок. В этом зале, например, традиционная выставка произведений художников Усть-Ардынского округа. Искусство вне времени. Ее проводят ежегодно вот уже 10 лет. Изделия из культового материала кочевых народов шерсти в сочетании с конским волосом, деревом, камнем. Жители города Иркутска ждут выставку этих прекрасных мастеров. В этом году есть очень много нового. Вот, например, сочетание шерсти, валяния и керамики. За 10 лет я вижу это первый раз. А эти зарисовки Виталия Роголя иркутяне увидят впервые. Художник-фронтовик говорил однополчанам, если я тебя нарисую, ты останешься живым. И вот они, живы до сих пор на этих старых военных листках. Запечатленные тогда, когда еще ничего не знали о победе, но ради нее отдавали все. Мастер подписывал рисунки. Вот, например, пейзаж со словами «Здесь было село», а это портрет Ивановой. И ее подвиг вынесло с поля боя 50 раненых, выведенный неровным почерком Виталия Роголя. Он в том числе освобождал и Беларусь. И много лет спустя, в 60-х, он приехал на места своих, скажем так, боевых побед. И вот как раз Витимскому областному музею он подарил серию своих графических работ. Все эти рисунки он с собой таскал в своем большом этюднике, очень трогательно его оберегал. И это настоящие живые рисунки и его однополчан, и той фронтовой жизни, которую он наблюдал каждый день. Еще одна значимая выставка – работы признанного мастера Афорта, заслуженного художника России Виталия Губарева. Экспозицию планировали открыть в мае, но своего часа гравюры дождались только сегодня. Как и работы выпускницы Иркутского художественного колледжа Алины Краденовой. Особенная художница, девушка родилась без руки, лауреат и стипендиат международных конкурсов. Завтра Алина защищает дипломную работу. В этот же день откроется ее персональная выставка. Здесь представлены мои работы, которые я выполняла во время своей учебной деятельности. Такие как наброски, этюды или графические эскизы. Музей позволил мне разместить здесь свои работы. И, наконец, пятая экспозиция – «Кружевное дыхание Иркутска». Изысканные, тонкие, элегантные произведения мастера Валентины Яковлевой и ее учеников. Увидеть все экспозиции 24 июня можно бесплатно на «Халтуре на 3».